Игорь Барабаш перекрывает себе крышу. Всего потеряет. Братья помогают ему. Здесь у него ток хранится, зерно. Поднимайся теперь, а прерви. А можешь вот так идти. Заходи по праву. Откопатели компании, братья. Это компания, православная Русь. С той стороны, посмотри, как перекрыто уже. Там все баки, окрестность. Храм по окрестности провели. Игорь Александрович, на минуты 2-3 дай небольшой интерьер. Как ты решился на этот островок? 504 квадратных метра, я заметил. Ты знал, что такая площадь его? Нет, не знал. Не знал. Я у кого был там, они не знают площадь занимая. Я шагами измерил. Так, как ты решился вот рубероид сменить на такой первоклассный? Так на третий раз уже, если кроем рубероидом, каждый год подлатываем, да подлатываем. Пора бы уже что-то. Уже считай, наверное, два железа. Зелезных крыш здесь лежит. И это дорого, а это плохо. Что выбрать? А по цене-то уже почти одинаково получилось. Понятно. А вот не будет теперь эта крыша-то протекать, и снег-то с нее скидывать нельзя будет. Почему? А почему? Скатишься вместе со снегом и ухнешь туда. Босиком зимой. Босиком-то надо нажимать, а не на снег становиться-то. Нет уж не залазь, теперь уж как будет. Если он большой, он может весь просто съехать с этой крыши. Не залазь тебе, просьба. Ну такого большого слоя-то не должно быть? Да не будет. Кто же так кроет, они снег не скатят. И кроме того, сделай подкорки с просмоленными концами, со всех концов. На столбы? На столбы твои есть. И вот так снаружи наклонные сделай со всех сторон. Мы где проехали, везде это делается. Большие склады стоят еще в подкорке. А эти, если каменные, то пилястры более уширенные такие столбы. Сверху они поменьше. Так, секрет нет? На что обошлось это перекрытие? А какой секрет? Документы на все есть? Документы, да. А только лишь это? Только железо без перекрытия. Сколько стоит? 160 тысяч. 160 тысяч. Ну еще пока дождей-то нету, но думаю, что лучше будет. Ну конечно лучше. Одну только я жалею. Ласточек и там многие гнезды, они как бы не покинули. Стучите молотками-то. Они там кричат, что вы делаете с нами? Да они уже повзрослели, уже почти все слетели с гнезд. А ты знаешь сколько у тебя там гнезд? Ну вы говорили, какие-то 72. Вот. Ты переманил всех ласточек. Единственное, у кого, наверное, еще живут, у хорошего человека, у Владимира Русинова. Слава Господу. Сколько у тебя сегодня работников-то было? Не считал. Не считал? Он как в баранах не считал. Даже вружков успел. Да. Ну помоги Господе. Все. Отходы-то нам дашь, если Господь благословит, мы же молимся. Да конечно, да. Все, вопрос ответ. Ты только покажи, какой рубероид ты благословил нам, который сбросите, чтобы я не взял чужой. Какой не нужен, отдельно как-то его перевернуть. На нем какой-то мелом или чем поставь. Что-то крестик для нас. Да, Володя. Я говорю, Володя, иначе ты не успеешь. Они так быстро трогают. Ну, Володя, проводил аппараты. Мы же ездили и все снимали. Сейчас только смотри, почти 500 роликов. Коровки наши идут. Смотри. Можно приблизить, показать лагерный пруд. Там наш огородчик. Там бывшие коровники. Вот нерадивые пастухи, они с нее не слазят, коровники. 20 лет на них торчат, а коров крутят на крапиве. А кто сегодня в пасте пойдет до обеда? Ирема. Ирема? Да. Замечательно просто. Далеко угнал Ирема-барабаш. Иремия, правильно. Видишь как? У коровы наедятся и молоко сразу, у коров на языке. Я другой раз не могу вытерпеть. Коровы-то не наедаются. Я еду на велосипеде и с ними беседую с ребятами. Пытаюсь совесть пробудить. А после обеда полдня. А мы пошли раньше. Весной вы гоняли, когда еще эти... Ну только проталины небольшие, снег еще лежал. И последний момент, пока земля почти вся покрыта снегом падет. И нормально это было. Я с 5 лет на поле так и вырос. Вот здесь эти окрестности. Он далеко. Это 6 километров. Мы почти туда гоняли. А 4 километра от деревни это нормальное явление. Это 3 километра. Это стоянка была летняя. Где доярки доили коров. Сегодня по-другому все. Мы ездили где? По России. До Дальнего Востока. Везде только солнце еще восходит. Только-только. Расцветало. Мужики уже идут с поля. Коров гоняли. Другой раз смотрим. Солнце уже горизонт прям касается. А коровы еще пасутся. Даже домой не направляются. Когда они их доят, я не знаю. Но дело в том, что у них травы-то не такие. Все горестая местность. И как-то засушливо. А у нас-то травы в пояс. А то и выше. Особенно сегодня каждый год. И Господь так благословил, что тут только успевай убирать, дробить эту траву. Вот видишь, какой сарай. Мы зайдем вниз этот ток. Посмотрим. Сейчас мы туда вниз зайдем. Это школьная сараи. Там дома хранят. Это храм. Пол храма на правой стороне. А на левой школе. Спорт завод. Первые два окна. Господь дал властям разума, чтобы нам дали статус. Это было в 92-м году. Это 23-го марта. За подписью бывшего губернатора Сурикова. Но он тогда еще губернатором не был. Вначале сопротивлял его депутата. А потом решил Господь. Все. Появилось на Божье, как он прожил. Устав сохранялся, по крайней мере, на сегодняшний день. Потому что все разваливается. Мы ехали в большие города. И надо целые кварталы. Пустые. Дома стоят. Как правило. Скрашиваем штук. Народ уезжает. А куда уезжает, никто не знает. Как? Вся страна уезжает. Но до Дальнего Востока до находки корта дошли. И видели там четырехэтажные дома поросли. Поросли там. Загон. Брошли. Тут такое состояние. Выправит ли это Господь. И русский народ очнется ли. Один Бог знает. Тот потерял на пустом месте. Тут крапива была 20 лет. Ровно 20 лет. Вот первые жители тут. Жители тут на три дома сегодня. Потому что люди ищут еще чего-то. Такой зернозем здесь. Такие травы. Все растет. Ягоды рядом 200 метров. И ведрами бери. Курника. Тут и малина. Дикая. Бывшие сады. И смородину можно найти. Черемку. Народ что-то метется. Где мы были. Там вот. Едешь. В горах. Там внизу. Где-то в ущелье. Прилепился к горе. Какой-то домик. Видно. Кто-то копается во дворе. Что там на камнях растет. Они мертвые хваткой за этот коробах держатся. А здесь. Такую зерню будет дал. Прекрасная вода. Неглубоко. Каких-то там 4-5 метров. Труды. Можно разводить рыбу. Мы пытались здесь углубиться. Но. Жил тут. Вот. Не жил. А к сыну приезжал. Подполковник милиции. В окружении Геннадия Петровича. Все это было отрушено. Он встал. Последи пруда. Одел форум. Он подполковник милиции был. И давай. Мертинговать. Что тут может стратегически. Кабель на дне лежит. Как был кабель. Откуда он там взял. Но потом он испугался. Что я наделал. Мне наверное черт сюда загнал. Что я мешал работать. К моей матери прибежал. А потом метался, метался. Инсульт. И помер вскоре. Это в 98 году уже было. У нас Бог мир. У нас единомыслим верим. Мы православные все. Верим во святую и насущную туловицу. Поэтому. У нас священник. Храм. И Господь так вот сделал. Что вот этого человека. Вот этот Игорь Александр Барабаш. Жена его как завуч. Это отделение от Уорщинской школы. Школа государственная. Я не знаю. Восемь или девять классов было. Тут по одному ученику. По два. Он брат Игорь. Грудится. Вот мы сейчас на этой высоте. Пойдем вниз и посмотрим. Что там у них есть. Еще вокруг посмотри. Что показать. Видите как. Было такое. Стало такое. Тут уж не надо рекламировать. Получил я смс поставил. Тебе надо. Он говорит. Если ты эту пустим. Игнать Тихонович ответит мне. Ну-ка давай. Нет. Нет. Не село поселок. Ладно. Все. Сейчас пойдем. Сколько? Сколько? Десять минут второго. Поставайте. Все. Это зерноток. Вначале не было. Было плохо. А потом навозили камни. Это очень далеко. Я не знаю. Там далеко-далеко. Возили асфальт. Асфальтом покрыто. Вот я взял. За измерил. 504 квадратных метра. А сегодня они одну половину уже закрывают. А тут везде ласточки гнезда. Но они уже почти вылетели. Это дробилка. Вот здесь у него зерноток. Вот здесь у него зерноток. А потом пошли дальше. А то они уже вырабатывали. Они как-то что-то, как с Алексеем Гельковым. Сейчас я не знаю. Их такие столбы. А то все надо было поднимать. Когда приехали, ничего нет. Одни руки. Веревками разными палками. Рогатыми. Как вилами. Это было очень непросто. На такой же строкехе. Видишь, он сколько? Тут сейчас ездит трасса. Подъемник. Грузик. Это для него... Что тут надо посмотреть? Ага. Это овес. Да может и не овес даже. Да нет. Это яичмень. Это не яичмень. Просто дождь попадал. Вот оно уже подросло. Вот оно, пожалуйста. Трава растет. Вот. А это просравленное. Не будет прикасать с собой. В отраве. Видите как. Для посева. Ничего не успелят. Классика сколько-то. Только два раза запускает. Сейчас они делают что? Вот сюда вот. В стиле. Тоже с железом противнем. До этого были доски. Все сочится. Сюда крышки попадают. Ну то есть. Пытается улучшить. Вот зерно-очистительная машина. Она, наверное, у него уже не первая. Вот она стоит. Тут может и не видно будет. Плохо. Доски тут как-то он заготовлен. А, вот они отрывают отсюда доски. И сюда. Это вот проросшее. Сегодня, что они вытащили проросшее это, я выпросил у Игоря для голубей. Для Никиты. У меня-то еще зерно есть. И сколько у него гнезд ласточины. Есть сарай. У нас в храме на двух иконах на алтарной стороне ласточки были. А сейчас окна открыты, они перестали жить. А это все барабаш переманил к себе. Здесь такая пословица в народе. Ласковый теленок двух маток сосет. Вот видят барабаш именно такой. У него все друзья. Поэтому с ним отношения никогда не нарушались за все 20 лет. Он каждую неделю молочники приезжает. Везут туда сливки, творог, куры есть у каждого яйца. Он ведет говядину, он держит коровку. У него до 40 крупного рогатого скота с телятами. Это главный доход. И где-то около 200 или 180 гектар земли. Вот это пшеница. А тут все это надо сейчас тушить. Ну и, конечно, теперь перекрыто. Он не будет терять урожавизие. Видишь? Тут даже видно. Все ссыжет. И сегодня я на пшеницу. Полностью мешкать с ней будет. Хотя набрали больше. Ну вот так. Господь дает. В прошлом году перекрыли храм. С шитером вот сейчас синим противным бележем. Как уж Бог даст. Говорят, вот у вас жителей мало. Мало, потому что правила такие, что людям не нравится. Один приехал, не курит, не пьет. Он говорит, я сквернословлю, ничего не могу сделать. Вот сразу пришлось поворачивать. Несколько человек приехали нормально. Вдруг, оказывается, обшиты ампулы какие-то от пьянства. Ну, то есть начинает вести образ жизни, несоответствующий тому, ради чего восстановилась потеряевка. На евангельских основах, на благочестивых, старинных, русских обычаях. Вот одеяния, бунтует то против платков. В деревне должны все ходить женщины в платках и девочки. Дома она как хочет там. А пояс у мужчин всегда должен быть. Ну, кому не нравится, они съехали. А которым нравится, они остались. Почему бунтует? Объяснение для меня, как веру, еще очень простое. Есть темная сила, есть ангел, Бог и есть дьявол. В Библии сто четыре раза говорится о поясе. Пояс носили пророки, носил Давид, Иоанн Креститель, апостолы. Это нам Библия говорит. В вечности мы видим Христос, золотой пояс, ангелы в поясах. А распоясавшийся был такой один рабсак. Его так назвал распоясавшийся. Это распоясавшийся хулиганы. Кажется, обыкновенная веревочка. И такая прям война. Вот 20 лет никак не успокоится. Вот приезжают сюда у нас журналисты, приезжали тут знатные люди, там профессора. Когда еще деревни даже не было. И сейчас. Заранее говорим правила. Да никаких вопросов нету. Приезжают все в поясах. Ничего нет. Я как-то читал, когда Горбачев надеялся посетить императора Японии. А ему сказали. Этикет требует следующего. Что человек должен на корточках сидеть и все время на лице изображать улыбку. А как это? Приехал профессор из Японии и давал уроки Михаилу Сергеевичу. И он учился. Чтобы не нарушить этикет. Этикет во дворце Великобритании, когда встречаются знатными людьми. Это называется дресс-код. Сегодня уже на уровне Государственной Думы хотят вводить, чтобы была форма у школьников. Форма есть в милиции, в армии. Везде. Это называется дресс-код. Вот в одном штате один, в другом другой. А я туда не поеду. Ну не езди. Вот она вышла. Журналистка поехала. В комсомольской правде писали. Из Азербайджана в Ирак. А ее остановили у вас. До кистей надо руки, чтобы были закрыты. Здесь два платка. Ну как? Хиджаб называется. А почему надо мной? Да никто этого не командует. Сиди в самолете. Это твоя территория. Это наша территория. Она журналистка. Ее мигом переодели. Все вышло. Здесь власти становятся на стороне нарушителей. Если они становятся на стороне нарушителей, значит власти нравится нарушение нравственного закона. Господь вот этот мир, который украшается театр. Господь назвал его прелюбодеянный, грешный мир. Не любите мир и не того, что в мире. Говорят о нравственности. Нравственность начинается с малого. С воспитания детей. Вот у нас лагерь нынче 41 год. 41 год. Раньше было так. 180-109 в среднем детей в лагерь с там взрослыми вместе. Все по форме одеты. В лагере внутри они там бесподобие были. Как это деревья? Куда? Ну правила наши такие. Я даже никогда не ожидал, что против этого можно бунтовать. А кто бунтует? Бывшая верующая. Вот одна есть здесь. Она советуется с одним развратителем, который был здесь. нарушал брачную жизнь. И он ее напитывает, нагоняет на нее этого сатану. И она сейчас всю семью развалила. Дети в кран не ходят. Делает, что попало. Хулиганство просто настоящее. По ночам тут пришли вот позавчера только. Ночью открыли сами по себе в библиотеку. Если книги принесли. Ну где-то библиотеку книгу приносят, чтобы каждый читатель сам открывал. То есть безобразие. И она их одобряет. Второй один пацан с ней. Я не знаю сколько ему. Анфину сколько лет? Ну лет десять есть. Он в соседний дом залез. Там наклал кучу дерьма. Не размазал. А почему? У живот схватил. Да зачем ты в свой дом залез? То есть автомат видимо научает. Подозрение есть на это. Потому что ребенок для этого может не додуматься. У меня там пирс. Купаются дети. Ну она там на свае забита. Чтобы заходить можно. Потому что заилистое дно. И вот мы каждый год заново делаем. Потому что льдом поднимают. Столбы некоторые остаются. И поэтому от этого трапа. Который идет там метров на двадцать. Больше. Там в стороне под водой остались столбы. И по этому правилу не прыгать. Ударившись головой сломаешь позвоночник. Этого делать нельзя. Лагерный этот пирс. Мы его строили. И мы отвечаем за безопасность. Я пришел на днях. Движу. Дети становятся на столбушок. И в воздухе переворачиваются. Вы любите прыгать. Родителям скажите. Сделайте отдельно пирс где нет столбов. И там прыгать можно. Здесь нельзя. Это очень опасно. Под водой сантиметров на двадцать. Скрытые столбы стоят. Ну ты перепрокинулся в воздухе. Что рассказывает. Сколько. Вот так и будешь лежать. Все ничего. А из этого дома. Где вот от осмута. Жена отступила от православия. Кресты со всех сняла. Пояса сняла. Без подков ходите. То есть. Этот развратитель бывший здесь. Напичкивает информацией. Как поступать. Смотрит в устав. И чтобы нарушать устав. Ну ясное дело что. Объявили войну. Устав вот. Жителям. Он идет. Вот такой пацаненок. Пусть меня только попробуют. Тронут. Я не член общины. Ребенок десятилетия. Эти слова говорить не может. Ясное дело что. Это безумие. Ну тебе не нравится. До этого было как. Съехал куда-то. Семь ребятишек. Подала на развод. И развелась. Развелась. И есть. Душа одна еще и поддерживает ее. Как можно поддерживать разрушение брака. И поносит отца. Он кормит. У него много рогатого скота ездит. Ну что сказать приехал. Я говорю. Ну что Игорь. Корми. Заводи больше коров. Корми их хорошо. Надо учить. Это дети все же твои. А они его помосят отца. Ничего абсолютно не хотят делать. Помогал мальчишка. Сейчас ничего не хочет делать. Ничего. Всякое хулиганство. Залезут у нас там крючки выворачивают. Лагерное имущество портят. Режут. Ну этого нельзя терпеть. И она. Чуть-чуть звонит милиция. Ну а милиция то есть. В этом направлении у нас тут один брат. Видя что они ломают имущество. Схватил пруд и прудом прогнал. Так она там что-то я посадила бы. Да вот народного сирота. Да нет. Это безумие. Ни в одной стране нигде не одобряется поведение малых таких. Я вот нынче 11 стран проехал. Начиная с Польши, Германии, Венгрии. Проехал с благовестнической вести. Мы только что вернулись. 56 дней ездили. И 6 республик Российской Федерации на юге. Те, которые исповедуют мусульманство. Я просто могу теперь показать, какая разница в воспитании. Сравнений никакого нет. Я их спрашиваю. У вас сохранение девственности. Вот школа оканчивает до брачной жизни. До брачной жизни. Какой процент несохранившей девственности? Они не понимают вопроса, как это несохранившая девственность. А зачем она нужна тогда? Кому она нужна? А у нас уже в восьмом классе этот вопрос можно ставить. Сто процентов. Сто процентов. Но у них это закон. Этого нельзя делать. Она просто будет сметенно уничтожена. Берут интервью у мальчика. Ну пацан там может быть 15-16 лет. У тебя сестра, вот она впадет в блуд. Зарежу. Ну а мать у тебя сейчас как? Ну вдова. А если она просто так без замужа, то мужа будет принимать какого-то. Зарежу. Мы христиане, мы не можем эти слова говорить. Мы можем только плакать и молиться. Но власти должны видеть, где правда, на какой стороне. Вот наши братья сегодня с утра, они уже практически заканчивают перекрытие одной половины. Видите, как дружно. Собрались все, тут дети были, которые придерживаются истины. Вот. А вот такие вот, которым это все нипочем, им недорого. У них одна задача, как нарушить, как вызвать конфликтную ситуацию. Ну если бы власти это приструнили один раз, все кончилось бы. Но власти этого не делают. И они будут за это перед Богом отвечать. В писании написано, будет строгое взыскание перед Богом с начальствующих. Начальствующих. Власть заботится о нравственности. Должна заботиться. Но нравственность начинается, наверное, не с 10 класса, а раньше. Как одного архимандрита спросили, вот у нас девочка капризничает. А сколько ей? Две недели. Когда начинать воспитывать? Он говорит, на две недели уже опоздали. Даже девочку, как кормят, кормящая мать, должна надеть на нее платочек. Не надо больше ничего говорить. Я только что вернулся в доме Муллы, ночевал в Азербайджане, в Баку. А жена преподает Коран в школе. До этого она преподавала в университете. Все это у нас заснято, будет выставлено в интернет. Нам русским учиться и учиться. И когда спрашивают, а мы можем вот так нравственно? Говорят, нет, это невозможно. Потому что священники за этим вообще не смотрят. Он накрывает и Петрахелию, прощаю, разрешаю. И она опять идет на аборт, на блуд и прочее. Он прощает. Ничего он не разрешает и не прощает. Власть, сопутствующая беззаконию, это безвласть, антивласть. И церковная будет она или какая. Раскаяние единожды дается в прощение. Дал Господь, не возвращайся, как пес на блевотину. Нам Господь позволяет сегодня быть в мирное время. И как это можно не ценить? Так, будем уходить. Слава Христу. Тут сейчас эта милиция приехала. Тут воры появились и железо у фермеров воевали. Они где-то недалеко милиция. Даже вот-вот приехать, его поймали вора, он из Шарщина. Боится судимости. Ну, как говорится, вор должен сидеть. Он не верующий, он не отстанет от этого. Привыкший красть, говорить скверные слова, Библия говорит, никогда не отстанет. И даже ради хлеба ворует, Библия говорит. И тогда наказание его не минует. У нас дома у отца было десять детей, пять сыновей, пять дочерей. А отец инвалид, вот до сих пор не было руки. Отец у нас все разрешал. Хочешь пить, сынок, пей. Курить, кури. Но не воруй и в карты не играю. Узнаю башку от шибу. И мы знали, это не угроза. И мы боялись, как огня, воровства и карты. Вот так. Пошли. Воруй. Пропорой. Цвет.